ну ребят 406 пыш за 800 долларов но реально меня гомельский автоконфискат по сравнению с минским он меня удивляет вот по ценам так это у нас chrysler voyager 98 года 2 и 4 бензин ребята цена поступления 2430 рублей на данный момент его цена 1336 рублей 650 долларов минивэн друзья сейчас вы увидите видео с комельского автоконфиската как вы уже поняли нахожусь на красноармейской 19 а могу сказать одно что гомельский автоконфискат меня удивил так как много автомобилей очень интересных за небольшие совсем деньги вот реально есть много интересных вариантов и недорогих так что не забываем поставить под этим видео лайк подписаться на канал если вы не подписаны погнали смотреть ребят первый автомобиль с гомельского автоконфиската это мазда 6 ну она как я понимаю это для продажи на запчасти то есть это машинокомплект без права постановки на учет вот стоимость при поступлении было 3069 рублей а сейчас после переоценки 2301 рубль то есть получается где-то от 1100 долларов то есть чисто как машинокомплект одним словом друзья это запчасти можно видеть внутри на некомплект на не хватает обшивок рб к ну в общем тут на самом деле много чего не хватает это универсал кстати есть и лодки смотрите ребят деревянные самодельные лодки лодка деревянная 11 рублей такая лодка 4 рубля слышь лодка 4 рубля 59 вот это вот стоит и он какая-то 121 рубль даже есть так ребят что касается по мазде 6 также моторная тех отсутствует ford мандео 93 года реализация через аукцион то есть это как транспортное средство продается 18 бензин 93 год как я уже сказал цена поступления 1170 на данный момент цена 585 рублей то есть меньше 300 долларов ну понятное дело ребят состояние очень-очень сомнительная уставшая велюровый салон механическая коробка передач почему уставшая можно видеть даже на крыше шпаклевка треснула то есть где-то наверно перевертыш был как положено давно стоит уже мхом пророс не без этого mercedes mercedes c для продажи на запчасти то есть это тоже продается как машинокомплект первоначальная цена была 2286 рублей а сейчас просят за нее 1828 рублей с 900 долларов грубо говоря получается тут удар не слабый но в принципе двигатель может быть даже и целый на весной конечно же пострадала но она вся кровая горбатая особо тут можно видеть отметить что литые диски на лысой резине есть здесь и opel калибра кстати калибра 1080 рублей стоит 90 года 2.0 бензин до переоценки стоила цена поступления 1350 изначально давайте вам общий план покажу ну внутри она скорее всего ребят можно видеть состояние сами видите но опять же 500 долларов на механической коробке передач но на ходу она или нет здесь уже большой большой вопрос то есть любом случае в таком ценовом сегменте машину захотите покупать здесь надо будет брать топливо аккумулятор там приезжать смотреть mitsubishi lancer 91 года 18 бензин 1012 рублей 500 долларов семерка жигули 2009 аж года 1.6 бензин цена поступления изначально 1221 рубль на данный момент цена 732 рубля 300 где-то стартовая цена 350 долларов мазда 626 91 года 1.3 бензин кстати какой-то объем если честно небольшой для 626 может что-то и напутали стоило до переоценки 964 рубля стартовая цена на данный момент 578 рублей на механической коробке передач это седан ну здесь как-то можно видеть площадка вся относительно заставлена то есть если вот минский конфискат там сейчас больше скупают и больше свободного места здесь особо даже на проходах машины стоят посад b5 в универсале бежевого цвета 2002 года 1.9 дизель ну не знаю ребят пробеги обычно не озвучиваю потому что тут очень часто они не действительно непонятно что тут пробегом цена 7000 652 рубля также она продается через аукцион ну состояние ребят конечно же подуставшая есть и вмятины и коцки и тому подобное да и цвет такой чисто таксичный автоматические коробки передач кожаный салон но можно носить видеть что сиденье уже в плачевном состоянии volvo volvo 440 91 год 18 бензин вот ребят цена продажи изначально стоимость при поступлении была 1071 рубль и на данный момент 963 рубля стартовая цена механическая коробка передач ну сразу видно ребята что бита перебита но все-таки таких-то годов видно что на капоте шпаклевка потрескалась она вся такая достаточно подушатанная нужно видеть сиденья на спинках какие-то такие ковры как у бабушки раньше на стенке висели что-то в таком формате материал пассат b3 универсал 92 года 18 бензин 1838 рублей на механической коробке передач ну состояние ребят сами видите такой уже начинает потихоньку в землю врастать стоит видно давно здесь еще один volkswagen только это volkswagen polo кстати пяти дверный 2001 года 1 и 4 бензин 4833 рубля стартовая цена через интернет аукцион налитых диска кстати неплохая еще резина механическая коробка передач ну салон грязненький на самом деле требующий он химчистки но так по автомобилю по кузову конечно же всякие царапины кодки присутствуют здесь можно видеть все потрескалось то есть состояние такое уже не самое лучшее отечественный автопром 13 модель 81 года 1 и 3 бензин 675 рублей 300 с небольшим долларов также реализация через интернет аукцион лада девятка ну что можно сказать ребят кузов гнилой в усмерть 1.5 бензин 2000 год 540 рублей старт 250 260 долларов кстати может быть даже и на ходу здесь шестерка жигуль 90-го года 1.6 бензин 648 рублей nissan nissan сани 91 год 1.6 бензин 882 рубля стартовая цена велюровый салон автоматическая коробка передач тоже уже ребят признак то что она стоит достаточно давно вот посмотрите колеса спущены уже потихоньку начала врастать землю фасад 4 в универсале продан кстати визуально более-менее еще ровер ровер 45 2000 года 1.4 бензин 1404 рубля чуть меньше 700 долларов с разбитым лобовым стеклом на механической коробке передач с вот такими вот зашпакленными задними арками гнилыми ну и крыша можно видеть лак уже полез опять же ребят автомобиль цена 700 долларов понятно что состояние будет соответственно на эту цену рено сафран 97 года 2 литра бензин 740 рублей вот 740 рублей то есть это получается 350 360 долларов можно видеть на литых дисках и даже резина вроде как паре по крайней мере передняя более-менее в нормальном состоянии то есть но понятное дело что спущенная стоит давно уже на скорее всего чем дольше она стоит тем хуже приходит она в негодность салон велюр механическая коробка передач ну в эту цену ребят если она еще заведется и поедет то несмотря вот на все вот такие вот косяки но этих денег она стоит если при условии при наличии того что двигатель рабочий и коробка volkswagen jet а вторая 3 двор на 2 дворная ребят 90 года 1 и 3 бензин 594 рубля механическая коробка передач тут особо смотреть и нечего что могу отметить что визуально кстати арки и пороги вроде как более-менее целые не гнилые в целом не выглядит она какой-то гнилой хотя косяков здесь много если учитывать что стартовая цена меньше 300 долларов но опять же есть она заведется поедет то нормальный вариант но обычный простой дешевый citroen санте 94 года 18 бензин 649 рублей ребят вот ну понятное дело состояние вот сами вы все видите но в принципе ценник тоже небольшой опять же я повторюсь в очередной раз с поправкой что если двигатель и коробку можно оживить то цена все равно интересно так скажем имеет место быть что по салону механическая коробка передачу велюровый салон понятно что косяков хватает ford focus focus 2000 года 2 литра бензин 2 литра бензин 2916 белорусских рублей это седан вот ребят пожалуйста 1400 долларов за фокус ну принципе неплохо еще и на литых дисках резина резина средняя автоматическая коробка передач внутри комплектный даже магнитола есть ну понятно вот есть коррозия по низу дверей скорее всего тут и по порогам надо будет смотреть но в целом цена цена интересна ну если так вот смотреть если заводится едет то цена очень интересно audi старая 80 86 года дизельная ребят вот они даже написали пробег 586 тысяч ну хрен его знает по какому кругу вопрос 1282 рубля с разбитым боковым стеклом из плюсов это литые диски коробка механика вот эти автомобили сразу видно стоят очень давно ну по крайней мере такое ощущение что стоят очень давно 405 пежо 1 и 9 дизель 545 рублей на механике универсал и b3 80 достаточно популярный автомобиль но по крайней мере был раньше сейчас же конечно устарел 86 год это дизель 1 и 6 1215 рублей меньше 600 долларов стартовая цена просят за данный автомобиль ниссан ван это ребят пассажирский микроавтобус 92 года 2 литра дизель 727 рублей а вот первоначальная цена была стоимость при поступлении 2424 рубля то есть 350 долларов ну понятно трещина на лобовом стекле здесь весь он такой подушатанный салон выглядит таким вот образом механическая коробка передач но опять же ребята ценник ценники вот такой раз повторюсь нормальный ценник но опять же это при условии если она заведется и как-то поедет вот можно видеть рено лагуна продано ford сиера хэтчбэк 87 года 1.6 бензин 940 рублей на механической коробке передач вот ребят уже достаточно редкий автомобиль opel cadet редко его где-то увидишь уже на дорогах как правило сгнили они уже все давным-давно кадет 1.4 бензин 90-го года то есть уже из последних 378 рублей но опять же смотри еще форму держит ну то есть визуально еще он не смотрится полным ушатком хотя состояние конечно же ушатанное но есть и похуже автомобили которые ездят по нашим дорогам suzuki balena универсал 97 года 1.8 бензин 1810 белорусских рублей то есть грубо говоря порядка 900 долларов получается стоимость стартовая за данный автомобиль велюровый салон механическая коробка передач ну тоже в принципе ценник более-менее разумный учитывая ее состояние внешний вид mazda 323 95 года 1.5 бензин 1782 белорусских рубля ребят все цены которые я называю это стартовая цена через аукцион салон ткань механическая коробка передач кстати арки вроде целые визуально не гнилые ну конечно нюансов хватает но в целом смотрите арки целые давайте вам пороги покажу может кому-то будет интересно знаю что вы там увидите но вроде как не гнилой экземпляр относительно по крайней мере вот по задним архом по порогам не видно что с гнилом а вот рено меган кстати покупали мы такой только седан за 880 долларов даже видео на канале есть кто захочет может поискать 96 года газ бензин 16168 белорусских рублей велюровый салон механическая коробка передач ну вот ребят смотрите здесь видно шпаклевка и видно все выводили все горбатая кривая автомобиль многое на своем веку повидал еще одна мазда только это 323 f но состояние у нее можно видеть шпаклевочка коррозия вниз и дверей уже отгнили почти полностью также какие пороги по салону механическая коробка передач 1 и 5 бензин 95 год 839 рублей 400 долларов но опять же гнилой экземпляр но и цена невысокая хундай хундай sonata 96 год 2 литра бензин 756 рублей чуть больше 350 долларов с велюровым салоном на механической коробке передач кстати ребят достаточно большое количество здесь автомобилей таких вот именно дешевых дешманских в минске все-таки на конфискате много есть более дорогих машина здесь основная масса конечно автомобилей достаточно дешевых форт мандео 94 год 356 рублей 1.6 бензин с разбитым лобовым стеклом ну цена чуть больше 150 долларов где-то 160 170 старт жигуль чуть дороже 100 долларов то есть 255 рублей 88 год шестерочка вот это ребят него если я не ошибаюсь стоит очень давно месяца на на 4 назад я был на этом аукционе именно в гомеле и вот у меня такое ощущение что она уже была да вот 22 12 18 года она появилась я уже снимал ну тут многие машины стоят подолгу него но это шевроле него 2011 год 1.7 бензин кстати цена поступления 9012 рублей изначально она спросили за нее а сейчас 7210 белорусских рублей но состояние мягко говоря не очень то есть ушатанный экземпляр ford мандео мандео 95 год это уже из последних в таком кузове 1.8 дизель 923 белорусских рубля на механические коробки передач здесь opel astra трехдверная 97 года 1.6 бензин 2970 рублей блин полторы тысячи долларов ребят почти ну хотя состояние вот за вычетом что треснуто лобовое стекло состояние еще не самое плохое ну и цена на мой взгляд конечно высоковато на механические коробки передач давайте ее даже обойдем по кругу то есть действительно состояние ну неплохое здесь volkswagen passat универсал состояние ребят можно видеть гнилой усмерть даже здесь все повыгневала мох присутствует а как же без моха стоят они здесь подолгу на механической коробке передач 93 года 2 литра бензин 1579 белорусских рублей здесь peugeot 406 95 года дорестайлинговый 1.8 бензин 1608 белорусских рублей 800 долларов на механические коробки передач салон такой весь затертый у юзаны ну опять же цена цена невысокая на мой взгляд ну если цена невысокая то и состояние соответственно это гнилые арки гнилые пороги и много-много других косяков можно видеть тут ваще час крыла выгнило mercedes 124 даже с листвой 89 года 2 литра дизель 1499 рублей с разбитым лобовым стеклом на механической коробке передач внутри можно видеть консоль вот это посередине частично разобрана листва уже от времени не выдержала уже ее на саморезы прикрутили вот так по топорному ну состояние опять же ребят сами видите состояние достаточно такой ушатанный экземпляр лада ребят лада 2002 на 2002 года 1 и 5 бензин 1282 рубля ну тут без комментариев вольцваген посад седан седан 92 года 1 и 8 бензин 1336 белорусских рублей порядка 650 долларов ну кстати механическая коробка передач ниссан премьера вроде старая премьера а нет ребят альмера ниссан альмера 96 год 2 литра дизель 1606 рублей 800 долларов даже там чуть меньше получается ford transit 99 года 2 и 5 дизель 4180 рублей ну порядка там 2000 долларов получается стартовая цена за данный экземпляр механическая коробка под передач понятное дело ребят это пассажирский салон 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 ну салона уже ряда сидений не хватает визуально он выглядит вот таким вот образом кстати из плюсов неплохая еще резина здесь здесь t4 или транспортер транспортер 2001 года 2001 года 1.9 дизель 9930 рублей ну прям ценник какой то совсем совсем мне кажется космос почти 5000 долларов за такой автомобиль ну не знаю так же он некомплектный можно видеть салон отсутствует то есть видно брали пассажирский но использовали его для грузоперевозок хундай лантра 96 год 1.6 бензин 810 рублей 400 долларов даже там поменьше получается 400 долларов и выглядит он в принципе за эти деньги наверное более менее нормально механическая коробка передач задняя форточка разбита кстати опять же ребят даже ну понятное дело что коррозия присутствует косяков здесь уйма но относительно выглядит за 400 долларов неплохо выглядит я бы сказал бы даже очень неплохо даже меньше 400 долларов получается стартовая цена здесь еще одна девятка 88 года 1.3 бензин 846 рублей 400 долларов старт рено лагуна 2 2001 года 2 литра бензин 5834 рубля смотрите очень очень хорошей комплектации можно видеть комбинированный салон ткань кожа ну вроде как комплектная визуально по деньгам получается ну цена тоже относительно неплохая опять же если ну хотя здесь косяков ребят хватает то есть бампер пластиковое крыло повреждено ну а по цене получается где-то наверное 2900 плюс-минус стартовая цена фольксваген посад b5 2001 год 1.9 дизель 8208 рублей то есть чуть меньше 4000 долларов ну кстати состояние визуально относительно неплохое то есть понятное дело коррозия сутка никакой я тут не вижу визуально нормально выглядит можно видеть от ауди литые диски стоят на пассате за 4000 долларов наверно в принципе может быть 2001 год хотя вот есть повреждения здесь коска здесь вот повреждена арка лада шестерка 91 год 792 рубля белорусских здесь еще одна хонда аккорд 96 года 1.9 бензин 2664 рубля 1300 получается долларов на механической коробке передач ну понятное дело ребят хонды гниют совсем-совсем неплохо японцы они славятся своей ходовкой неплохой надежной ну вот кузова конечно у них слабоваты но опять же за эти деньги за 1300 грубо говоря несмотря на все эти нюансы ну наверно по объявлениям в принципе они так и стоят примерно так и не по объявам стоят и состояние такое же я думаю хонда цивик 2001 год 1.6 бензин 5192 белорусских рубля 2500 долларов автоматическая коробка передач салон ткань ну смотрите ребят есть повреждения всевозможные коцки вмятины ну она на оригинальных литых дисках здесь в заднюю часть видно повреждения было треснут бампер кстати она на газу газовое оборудование то есть ну на газовом оборудовании автомобиля надо смотреть очень внимательно здесь всевозможные коцки это стекло боковое ну и так же по передней части автомобиля тоже есть повреждения ровер ровер 96 года 416 1.6 бензин 1336 рублей ребята появился он 27.07 как я понимаю 2019 и стоил 2430 рублей почти чуть ли не в два раза его уменьшили стоимость механическая коробка передач но опять же покупать видно никто особо не хочет даже за эти деньги поэтому ждет своего счастливого обладателя вольво 850 наверное а нет ребят 460 что я спутал как то она 95 год 1.8 бензин 578 рублей механическая коробка передач но состояние вот как то вы наверно сами видите давайте вам общий план покажу вот как то так пассат б 5 2000 год 1.6 бензин 6480 белорусских рублей механическая коробка передач универсал похуже чем предыдущий который мы только что посмотрели по крайней мере по крайней мере внешне Peugeot 806 99 год 2 литра бензин первоначально вот когда она появилась была оценена в 6120 белорусских рублей а сейчас переоценена в 3672 белорусских рублях на оригинальных литых дисках ну есть конечно коцки по переднему бамперу да и не только по переднему в общем в круг машина с небольшими нюансами повреждениями всевозможными механическая коробка передач салон ткань задние сиденья отсутствует ну опять же визуально кстати не сильно гнилый экземпляр но на мой взгляд это минус старый автомобиль на газовом оборудовании то есть по двигателю надо смотреть внимательно Hyundai Sonata 2005 год 3.3 бензин газ бензин 9540 белорусских рублей 3.3 ребят ну наверное жирная достаточно комплектация автоматическая коробка передач салон ткань ну типа хорошая комплектация судя по всему потому что двигатель ну опять же ребят Hyundai коррозия еще раз коррозия хотя ее здесь на самом деле визуально немного то есть вот в этом месте так вроде как арка еще более менее нормальная по порогам особо ничего не скажет так как пластиковая накладка это огонь что нисан максима 97 год 2 литра бензин 1620 белорусских рублей велюровый салон механическая коробка передач но состояние ребят смотрите вот что значит некачественный кузовной ремонт шпаклевки видите навалили все это шелушится трескается чуть ли не сантиметр шпаклевки когда-то хороший автомобиль был и продавали его говорили не битый не крашеный хороший смотри классный автомобиль opel омега тоже ребят редко-редко сейчас увидишь у нас на дорогах такой автомобиль так банально они все сгнили уже в основном 2 2 литра бензин 300 рублей 88 форт орион 91 года 1 и 4 бензин 800 37 рублей на механические коробки передач фиат браво 99 год 1 и 9 дизель 807 рублей опять ребят вот из таких едванов что-то можно здесь подобрать на механики механическая коробка передач но блин состоянии ребят смотрите то есть вот он кузов мало тут чего уже осталось от него гнилую ему смерть хороший экземпляр очень volkswagen jet а вторая четырех дверная 87 года вот цена поступления вначале она стоила две тысячи двести двадцать три рубля сейчас я переоценили тысяча триста тридцать три рубля давайте посмотрим по-быстрому ребят накладки вот эти пластиковые поэтому особо тут не посмотришь но опять же для ее лет состояние внешне относительно неплохое надо все-таки понимать что годы но есть вот такие повреждения ребят опять же дешевый автомобиль но в целом еще так сказать форму держит так ладо 2007 года 16 бензин 1093 рубля вот ребят пожалуйста 500 долларов 500 долларов видно что видно капот когда-то открывался на ходу даже на литых дисках достаточно гнилой экземпляр но опять же надо понимать что ценник стартует с 500 долларов вот так конечно здесь дрова рено лагуна 95 года 18 бензин 1170 белорусских рублей на механической коробке передач у ребят смотрите даже тут какой-то набор инструментов лежит в ней так вот сразу сразу все как положено все включено все подготовлено для дальнейшего использования автомобиля сразу он какие-то ключи меньше покупать надо будет ну и цвет такой интересный любителя хундай наверно лантра а нет ребят акцент акцент 97 года 1.5 бензин 951 рубль 14 модель 2005 год 1.5 бензин 1912 рублей ребят ну конечно ценник ценник зарядили за нее серьезно ну может быть если до 1000 переоценится то кто-то где-то что-то купит ее как вариант семерка ребят не буду утверждать но тоже вот некоторые автомобили помню что стоят тут очень давно вот это вот вроде бы она уже давно стоит хотя 20 а нет ребят получается недавно она поступила сюда 97 года 1 3 5 бензин все 6777 рублей внутри 3 200 3 300 стартовая цена на оригинальных литых дисках таких вот моментов много кожаный салон автоматическая коробка передач при покупке такого автомобиля так скажем премиального класса старого если его покупать то надо понимать что можно влететь на хорошую денежку при дальнейшем его обслуживании и ремонтах audi audi a8 а 8 год выпуска не установлен 2 и 5 дизель 5758 рублей а полу поступила она сюда длины как понимаю 16 наверно 0 9 2019 19 или же 0 4 0 9 19 что-то в этом роде кожаный салон автоматическая коробка передач вот где-то она под деревьями стояла под какими-то я не знаю под рябиной наверное еще один старый премиальный автомобиль здесь еще есть повреждения такие вот коцки копейка копейка 75 года 1 и 3 бензин 303 рубля хундай хундай акцент 98 год ну ребят 1 и 3 бензин 1404 рубля меньше 700 долларов меньше 700 долларов конечно же состояние по кузову плачевная то есть это не только арки и пороги но еще как можно видеть низы дверей низы этих крыльев здесь уже все повыгнивало но опять же надо учитывать что и ценник относительно невысокий как твоя погнилость может чуть чуть хуже здесь восьмерка восемьдесят второго года 1 и 3 бензин 323 рубля здесь датсун прочитай ку кор какой-то ребят 99 года 800 кубов 1785 рублей но опять же гнилой в усмерть то есть арки пороги уже заканчиваются в нем семерка жигули 91 год 883 рубля тоже как-то дороговато на мой взгляд дороговато получается там чуть меньше 400 долларов дэо nexia 95 год 1.5 бензин 486 рублей 230 где-то долларов 230 долларов если заведется и поедет то несмотря вот на все вот эти вот косяки так скажем можно брать так это форт орион судя по всему нет ребят эскорт написано давайте обойдем его форт эскорт хотя я бы сказал что это орион но как-то не пойму ладно пускай будет эскортом эскорт 95 года 1.6 бензин 792 рубля 350 там 370 380 долларов наверное вот ребят любимец публики раньше достаточно популярный автомобиль этот был на периферии старый надежный вак но годы все-таки берут свое потихоньку умирают третий пассаты 92 года 1.9 дизель 1777 белорусских рублей ну кстати для пассата не сказать что выглядит совсем уж плохо обычный рабочий трудяга на механические коробки передач здесь лада шестерка вроде бы да шестерка восемьдесят пятый год 641 рубль хундай старый хундай ребят хундай sonata 92 года 2 литра бензин 1368 рублей ну тут уже можно видеть сверху все отгнило уже не скотчем это все залепили чтобы вода наверное во внутрь не текла на механической коробке передач ford focus ford focus 2000 год 2.0 бензин 2767 рублей опять же ребят вот можно видеть вот такие моменты по кругу здесь их достаточно много и коррозия присутствует но ценник для фокуса на мой взгляд относительно неплохой на автоматической коробке передач салон ткань то есть по деньгам если в доллары переводить это тысяча триста пятьдесят наверное тысяч ну что-то в этом роде получается volkswagen jet a2 1 и 6 бензин восемьдесят пятый год четыреста девяносто шесть рублей пятерка жигуль ух ценник такой солидный ну 2005 год правда 2187 рублей больше тысячи долларов ну не знаю как то дороговато наверное chevrolet niva 9021 рубль 2014 год 1.7 бензин ну вот смотрите 14 год уже жучки пошли не только с этой стороны спереди но и сбоку механическая понятное дело коробка передач 4 четыре с половиной тысячи долларов старт почти девятка девяносто второго года 1.3 бензин шестьсот шестьдесят четыре рубля шестерка шестерка ребят смотрите еще техосмотр 2018 года то есть совсем совсем недавно человек проходил и за дороги платил 1.3 бензин год выпуска не установлен 1482 рубля 700 долларов на оригинальных литых дисках по крайней мере вроде как спереди Peugeot 406 98 года до рестайлинговой 1.8 бензин 1782 рубля 800 долларов 800 долларов 406 ну вы знаете в принципе на автоматической коробке передач салон велюр ну есть здесь такие вот косячки по лаку задний бампер скрепление оторван ну ребят 406 пыш за 800 долларов ну реально меня гомельский автоконфискат по сравнению с минским он меня удивляет вот по ценам есть интересные варианты такие в достаточно бюджетном сегменте третий гольф третий гольф 92 год пятидверный 1.9 дизель 1481 рубль на литых дисках кстати резина еще более-менее нормальная ну понятно гнилой не без этого это пороги и арки низы дверей на механические коробки передач ну ребят честно вам скажу гомельский автоконфискат меня удивил в очередной раз своими ценами потому что ну кто бы что не писал понятно что для многих это корчи но так уж получилось что небольшой процент населения у нас может позволить себе купить что-то новое и дорогое а вот именно в этом ценовом сегменте на мой взгляд относительно есть неплохие варианты вот смотри ребят классика вот он маскарад 87 года 1.5 бензин все дела 560 рублей легенда советского автопрома ребят еще такой для москвича так сказать форму держит так это у нас Chrysler Voyager 98 года 2.4 бензин ребята цена поступления 2430 рублей на данный момент его цена 1336 рублей 650 долларов минимум я вот прям ребят наверное клидбэк сделаю вот прям на картинке вот этот автомобиль поставлю его цену 650 долларов но опять же если двигатель как-то заведется еще и поедет ух ребята он еще и в отличной комплектации на кожаном салоне за 600 с небольшим долларов ну блин смотрите но понятное дело коррозия ну за такие деньги вообще это прям находка если он как-то заведется и поедет то все можно сразу брать не глядя еще раз посмотрю я не верю 650 долларов пожалуйста ребят 650 баксов ребят Dodge Stratus 2004 года 2.4 бензин 4952 рубля когда-то был у меня такой автомобиль можно видеть чехлы под кожу автоматическая коробка передач ну обычный Stratus на литых дисках но опять же ребят повторюсь гомельский конфискат меня продолжает удивлять Audi сотка сигара 87 год 2 литра бензин 992 рубля но состояние унылое Lexus Lexus 300 RX 398 год 3 литра газ бензин 6703 рубля ребята цена вот изначально было 9576 рублей то есть переоценили его разбитое лобовое стекло по салону кожаный салон ну конечно уже в таком плачевном уже состоянии автоматическая коробка передач ну то есть ребят видно что уставший может быть не на ходу ну как я уже сказал даже этот автомобиль надо тут приходить если вы хотите любой автомобиль здесь купить то информации по ним как правило чрезвычайно мало надо приходить со своим оборудованием заводить тестировать смотреть ну получается 6703 3200 3300 Lexus ну опять же все равно внутри посмотреть ребят ну выглядит классно ну только что старый ушатанный уставший Nissan Premier 99 года 2 литра бензин 2488 рублей на данный момент стоимость стартовая цена а изначально почти 5000 просили за нее салон ткань механическая коробка передач пыжик 407 2006 года 2,2 бензин 6624 рубля а до переоценки 8280 за него просили старт на автоматической коробке передач салон ткань ну опять же ценник надо смотреть состояние конечно можно видеть парктроники есть то есть не самая бомжатская комплектация но если живой заведется поедет и более-менее по ходовке то 3200 3300 то 100% он этих денег стоит они не с рынка там подороже идет фиат универсал это фиат марио 97 год 1.8 бензин 621 рубль 300 баксов 300 долларов на механической коробке передач еще один третий гольф пятидверный 93 года один из первых 1.6 бензин 2877 рублей форт мандео видно что у таксиста какого-то его конфисковали за какие-то грехи 97 года 1.8 бензин 1053 рубля ребят 500 долларов так это Туарег вроде да фольтсваген Туарег 2004 года 9166 рублей 4.5 даже меньше там получается 1000 долларов но он без двигателя можно видеть даже колеса не от него может хозяин бывший еще успел снять а может быть уже и не хозяин в общем не буду ничего утверждать на механической коробке передач здесь фольксваген каравелла судя по всему так фольксваген транспортер 2004 года 1.9 дизель 14 тысяч 418 рублей 7 тысяч долларов 1.9 опять же косяков здесь по нему хватает салон частично отсутствует кстати комплектация еще видно но такой салон под кожу может быть на механике кузов ауди а4 ну не только кузов как бы он на колесах стоит но разобран салон также разобран 2003 год 1661 рубль двери отсутствуют крышка багажника отсутствует но если 2003 год написано она и документы все есть и продается он как машина можно собрать кому-то попробовать конструктор так здесь форт без ценника а он уже на транзитах наверное купили может быть mercedes 210 кузов 99 года 2.4 бензин 6737 рублей получается где-то 3300 на оригинальных литых дисках еще неплохая резина автоматическая коробка передач кожаный салон но для его лет кстати салон еще более-менее сохранился да и в целом выглядит он вроде как не совсем уныло скажем так здесь бмв копейка 120 2005 год 2.0 бензин 11979 рублей то есть чуть меньше 6000 долларов нужно видеть светлый кожаный салон автоматическая коробка передач на оригинальных литых дисках кстати еще и резина более-менее но хотя есть небольшие повреждения также всевозможные сколы по переднему бамперу по капоту 220 салон с-класс 99 год 5.0 бензин в максимальной комплектации 9288 белорусских рублей ну кстати салон сохранился еще относительно в неплохом состоянии на автомате ну ребят это максимальная комплектация ну если что-то где-то полетит то конечно ремонт здесь будет стоить немаленьких денег все-таки это мерседес и косяков нюансов здесь конечно же будет совсем-совсем немало Audi A4 2004 год 2.5 дизель 9256 рублей на оригинальных литых дисках ну по нюансам конечно есть всевозможные вмятины кузки коррозия небольшая хотя чисто из-за того что голый металл поэтому просто немножко поржавело на автоматической коробке передач здесь Opel Vectra 2003 год 2.2 дизель 7452 рубля в хорошей комплектации можно видеть комбинированный салон ткань кожа автоматическая коробка передач ну и в целом кстати выглядит она ну вот есть жучки их немного но тем не менее они присутствуют отличная летняя резина оригинальные литые диски и в целом смотрится кстати неплохо неплохо Kia Rio 2011 год 1.6 бензин 11700 белорусских рублей то есть 5700 5800 стартовая цена вот здесь как-то вот не очень красиво все выглядит то есть где-то она по морде уже получала судя по всему салон ткани автоматическая коробка передач Toyota Camry Camry на велюровом салоне автоматическая коробка передач приостановка реализации Mitsubishi Pajero 2008 года 3.2 дизель 24282 рубля ну кстати состояние салона ну есть конечно потертости на сидениях но в целом неплохо выглядит на автоматической коробке передач Audi A6 салон они ребят салон наверное ткань можно видеть чехлы под кожу 6-ступенчатая механика и цена получается 15827 рублей 2.7 дизель 2006 год и последний автомобиль это Skoda Skoda Super B 2011 год 1.8 бензин 18 180 белорусских рублей салон салон ткань механическая коробка передач опять же выглядит я бы сказал неплохо ну а вот эти вот ребят машины они на хранении сейчас пойдем посмотрим еще спецтехнику и мототехнику ребят есть тут немножко спецтехники давайте сейчас посмотрим так какой-то сельхоз видно направление универсальная какая-то техника ребят ну не разбираюсь я в этом 8.7 дизель 2012 год 26 576 рублей то есть 13 грубо говоря тысяч долларов может быть чуть-чуть меньше сразу что бросается в глаза это лысая резина задняя еще более-менее нормальная ну не ну типа трактора какого-то получается я даже хрен его знают я бы сказал бы что на комбайн ребят похоже может быть здесь какая-то навеска в виде вот этой вот хрени как на комбайне цепляется в общем не знаю ничего не буду говорить здесь строительная техника строительная техника давайте посмотрим ребят она не продается то есть на хранении или купили и уже стоит на хранении ну что-то с бетоном наверное связано какая-то бетономешалка ну в общем что-то в этом роде здесь камаз камаз тоже на хранении тоже не продается вполне возможно ребят что некоторые автомобили которые уже на хранении просто-напросто были проданы ну я точно этого не знаю масс также на хранении рено там на хранении можно видеть фургон да блин почти все что ли они на хранении смотрите ребят хранение хранение приостановка реализации вот этот кран 25 тонн хонда аккорд очень очень уставшая но 93 года 2 литра бензин 1188 рублей 500 грубо говоря 550 долларов на литых дисках ну а состояние кузова ребят конечно плачевная краска вся она такая разноцветная матовая ну цена 500 долларов с небольшим на механической коробке передач ну а сейчас давайте еще мототехнику посмотрим что здесь есть лодка еще какая-то стоит вот такой вот мопед мопед альпина получается год выпуска не установлен 49 кубов 598 рублей такая вот альпина здесь спортбайк хонда cbr я извиняюсь цбр 600 я извиняюсь если неправильно произношу 98 года 600 кубовый 2430 рублей кстати а изначально он стоил аж 4050 белорусских рублей визуально целый выглядит есть конечно такие потертости он уже весь в пыли в грязи стоит достаточно давно судя по всему хотя с 27 08 2019 то есть относительно недавно есть водный транспорт ребят получается лодка 751 рубль лодочный мотор наверное 5 лошадиных сил в общем неизвестно 934 рубля здесь что-то старое советское наверное мотоцикл из планета 3 79 ребят года аж 331 рубль уже раритет на самом деле хонда дио кстати неплохие скутера неплохо они ездят 49 кубов 765 рублей и вот визуально для старой хонды выглядит неплохо то есть царапины есть но выглядит целый я думаю даже может быть в неплохом состоянии опять же где-то в деревне в магазин кататься само то вот так здесь мопед вайпер 2007 года 50 кубов 360 рублей хорс альпина еще один ну аж 923 рубля даже как-то дорого но он 2018 года здесь хорс ну вот хорсы распространены достаточно китайский этот бренд 48 кубов 2014 год ну ребята ценник 94 рубля 94 рубля но и хрен его знает если заведется то за 50 долларов таким школьником кататься само то так этот скутер 2009 года с багажником можно видеть таким 558 рублей еще так этот мопед альфа 2010 год 49 кубов 200 рублей 100 долларов получается о ребята минский мопед то есть минский мопед наш белорусский 277 рублей год выпуска не установлен двигатель до 49 кубов на этом все ребят не забываем подписаться на канал если вы также поставить лайк под этим видео пишите свои комментарии всем удачи на дорогах всем пока